Сегодня наконец совершилось то, что уже раскололо палестинское общественное мнение, а в будущем может посеять новые грозди гнева. В палестинском городке Рамали эксгумировали останки ясера Арафата. Все происходило в режиме максимальной секретности. Мавзолей вскрыли для того, чтобы установить, был ли Арафат отравлен. По сообщениям телеканала Аль-Джазира, на его вещах были найдены следы радиоактивного полония-210, высокотоксичного вещества. Вадим Хуланхов с подробностями. Доступ в мавзолей, где похоронен ясер Арафат, закрыт уже несколько дней. И если раньше сюда можно было ходить едва ли не круглосуточно, то теперь подходы к мавзолею перекрыты в радиусе 100 метров. Местные полицейские объясняют это тем, что мавзолей закрыт на ремонт, хотя обычные граждане считают, что это связано с процедурой эксгумации. 3 июля канал Аль-Джазира сообщил, что ясер Арафат умер не своей смертью, а был отравлен неким радиоактивным веществом. Именно эта информация стала поводом к тому, что сегодня в Рамалу приехали эксперты из нескольких стран, в том числе и из России. При этом специалистам не рекомендовано общаться с журналистами. Вообще вся процедура эксгумации здесь едва ли не засекречена. Изначально останки Арафата планировалось перенести в мечеть, находящуюся рядом с мавзолеем. А после того, как эксперты закончат работу, бывшего лидера автономии должны были перезахоронить с воинскими почестями. Но ничего этого не произошло. Гробницу вскрыли, ткани на пробу взяли и вновь запечатали. Отношения палестинцев к происходящему скорее равнодушные. У мавзолея даже нет зевак, что для этих мест как минимум странно. Но есть и люди, для которых сегодняшняя процедура очень важна. Я любил этого человека. Я действительно верил в него как лидера, который заставил палестинцев бороться за их права, за их родину и свободу, за право получить независимость. Его вклад сопоставим с вкладом таких людей, как Ганди, Неру или Манделла. Работы по изучению обстоятельств смерти начались еще несколько месяцев назад. Эксперты получили в свое распоряжение вещи Арафата, бывшие на нем в последние дни жизни. Однако следов радиоактивных веществ найти не удалось. Именно поэтому было принято решение о вскрытии гробницы. Цель нашей поездки состоит в том, чтобы взять пробы для исследования. Затем мы в лаборатории определим количество полония в образцах. Так же, как мы сделали это уже с личными вещами и одеждой Арафата. Различие лишь в том, что на этот раз мы надеемся получить образец костей и биологических тканей ясера Арафата. Здесь, в Ромале, сегодняшнее вскрытие могилы Арафата особого ажиотажа не вызвало. Палестинцев сейчас больше заботят заседание ООН, которое должно состояться в четверг. В Нью-Йорке в очередной раз будет решаться вопрос о признании палестинского государства. И сейчас, после войны, шансы для этого велики как никогда. Для нас вступление в Организацию Объединенных Наций очень важный шаг. И мы надеемся, что большая часть государств, членов Генеральной Ассамблеи, поддержат Палестину и проголосуют за наше вступление в ООН. В столице автономии каждый день проходят манифестации и митинги. Здесь верят в то, что мировое сообщество, наконец, признает Палестину самостоятельным государством. Вадим Хуланхов, Алексей Зверев, 5 канал, Палестинская автономия.